Весна 1942 года. В сводках Совинформбюро Можайск, Ельня, Ржев, Вязьма. Войска Красной Армии нанесли группе армий «Центр» решительные удары, заметно ослабив противника и отбросив его на запад. На Кжатском и Юхновском направлении на 80-100 километров. Освобождены Московская и Тульская области. На Витебском направлении на 250 километров. Четвертая ударная армия под командованием генерал-полковника Еременко совместно с другими частями перешла в контрнаступление. Ломая упорное сопротивление противника, советские войска вплотную подошли к Сурожскому и Меховскому районам Витебской области. Именно на этом участке немецкой обороны напротив Калининского фронта непрерывно и наиболее активно и действовали партизаны. Вели разведку, дезорганизовывали немецкий тыл. Вместе с воинскими формированиями, а где-то и самостоятельно штурмовали немецкие гарнизоны. Глубокий прорыв частей 4-й ударной армии и действия партизан оказали решающее влияние на военную обстановку. Стык между группами немецких армий «Центр» и «Север» не был укреплен. Между флангами отсутствовало оперативное взаимодействие. В результате от Усвят до Вели же Смоленской области образовался 40-километровый разрыв по фронту, который вошел в историю как Витебские или Сурожские ворота. Эту территорию заняли партизаны. В начале апреля 1942 года на оккупированной немцами территории ЦК Компартии Беларуси совместно с группой Витебского подпольного обкома партии и обл. исполкома при участии представителя штаба 4-й ударной армии в деревне Шитике Сурожского района провели совместное совещание командиров, комиссаров и начальников штабов партизанских отрядов. В результате создана мощная ударная сила. Первая белорусская партизанская бригада под командованием батьки Минае, а затем и вторая, Михаила Дичкова, которая получила приставку имени Пономаренко. Пантелеймон Пономаренко не был тем историческим героем, на которого надо равняться. Бригады брали имена Кутузова, Ленина, Ленинского комсомола, из живущих Сталина, Буденного. А теперь и Пономаренко, председателя ЦК Компартии Беларуси, начальника Центрального штаба партизанского движения. Приставка подчеркивала его роль в партизанском движении и в окружении Сталина. К примеру, отряда имени Берии не было. Действительно, Центральный комитет Компартии Беларуси предпринимает ряд мероприятий для наилучшего использования Витебских ворот в борьбе в тылу врага. Это переход, в общем-то, на нашу территорию вот этих вот групп, сформированных для партизанской борьбы. Мы знаем, что в 1942 году даже молодежь выводили через вот эти ворота, и она потом, в общем-то, призывалась. Целью призыва вооруженные силы. Сурожские ворота. Для всей оккупированной территории это практически непрерывная связь с Большой землей. Через Калининский фронт в немецкий тыл направлялись уполномоченные связные ЦК, организаторы и руководители партийного подполья и партизанского движения, специалисты и инструкторы минно-подрывного дела. Оружие в основном трофейное. К нему партизаны могут раздобыть боеприпасы. Кроме того, медикаменты, взрывчатые вещества, средства связи и периодические издания. По заданию ЦК Компартии Белоруссии, на оккупированную территорию из советского тыла прибыл целый конный отряд героя гражданской войны партизана-дальневосточника Флегонтова, отряда комсомольцев Новосибирска «Сибиряк», «Омска» имени Сергея Лозо, из Москвы – отряд имени Гастелло. Не менее интенсивным был и обратный поток с оккупированной территории на Большую Землю. Партизанские связные шли за советами и указаниями, за оружием и боеприпасами, несли донесения и разведданные. Десятки и сотни партизан отправлялись на краткосрочные курсы при северо-западной группе ЦК КПБ Белоруссии. Отряды выходили на отдых и переформирование, отправляли раненых и больных. Поистине, дорогой жизни стали ворота для тысяч женщин, детей и стариков, уходивших в советский тыл, спасаясь от зверств карателей и угона в Германию. Неудачи немецкой армии на всех фронтах угнетающе подействовали на оккупационные власти. Если у сельского жителя «шапка пахнет дымом», могли убить на месте. Но чаще длительно избивали, пытаясь получить информацию. Помогать или не помогать партизанам – вопрос для жителей всегда мучительный. Помогать надо, но и риск велик. Узнают мучительная смерть и угроза жизни для всех членов семьи. В результате люди все чаще уходят в лес целыми семьями. Расстреливали за диверсии, за связь с партизанами и за воровство. Потом такие категории людей, как цыгане, евреи. Они сразу карательные меры принимали. Все это приводило людей к ненависти, к оккупантам. Отца Коли Гайко, который ушел в партизаны, убили в перестрелке. Мать взяли в заложники и замучили. У Коли теперь были свои счеты с врагом, и он просился у командира взвода разведки Никифора Жмурко на задание. Молодой разведчик Василий Братухин поддержал. Коля только с виду тихий мальчонка, но в деле лихой, проверено. Все события, которые происходили во время войны, были запечатлены для истории. Приезд оператора в партизанском отряде восприняли как праздник. С утра все приводили себя в порядок. А потом, как и положено, съемки начались с особо отличившихся. Был среди них и Коли Гайко вместе с другом. Командир партизанского отряда «Шлехтунов» Докшинского района Вилейской области шлет сообщение в ЦК Компартии Белоруссии. До 600 человек местного населения просят принять в отряд. Прошу помочь оружием, боеприпасами. Партизанский отряд, как правило, принимали, зачисляли, при условии, что он добудет оружие. А добывать приходилось во время боя или же путем, значит, поисков, или за счет, так сказать, помощи связных. Комиссар партизанского отряда «Тимчук». Молодежь, девушки, старики тысячами со слезами на глазах просит, чтобы их приняли в партизаны. Но что мы можем сделать, когда лимит приема – это винтовки? Москва оказалась не готова поддержать эту буквально всенародную борьбу. Отдельные поставки не решали проблему снабжения в целом. Недостаточное снабжение партизантами, медикаментами или вооружением – это не результат, как-то сказать, какой-то злонамеренной политики, это просто результат ограниченности ресурсов и возможностей. Чет война. Конечно же, основные боевые действия, они происходят на фронтах. Доснабжали медикаментами, боеприпасами в той мере, в какой это было возможно. Бригада «Железняка», бригада «Смерть фашизма», «Калинина». У них были свои мастерские и свои умельцы. Целые пулеметы ручные делали. А так убил немца – забрал оружие. Разгромил обоз – забрал оружие. Чтобы не потерять лицо, Пономаренко быстро нашел удобную пропагандистскую форму. Партизаны, если у них нет в достаточном количестве оружия, боеприпасов и другого снаряжения, должны добыть все это в бою. Нельзя приучать отряды требовать и полагаться на снабжение только из центра и поощрять этим беззаботность в отрядах. В Минске подпольщики тоже оружие собирали, всяким способом добывали. А потом мы приходили и людей выводили, и оружие. Я даже сама лично вывела мальчика. Он украл у немца винтовку, а мы ее не сумели разобрать. И мы ее в мешок, картофляник туда, веревкой завязали, на плечо и так и несли. Части Красной Армии в районах Вилежи и Усвят длительное время продолжали удерживать позиции Витебских ворот. С севера их поддержала 2-я белорусская партизанская бригада, с юга 1-я Батьки Миная. Здесь были бои нешуточные. По правому берегу Западной Двины заняли оборону 4 партизанских отряда. Немцы постоянно проводили карательное операцию, но безуспешно. Партизаны хоть и несли потери, но позиции удерживали. Витебские ворота были открыты. Был момент, взорвали партизаны рядом с деревней, мост на шоссейной дороге. После этого намеревались немцы провести карательную операцию по уничтожению мирного населения. И объявили о сборе на территории бывшей колхозной бригады. Но что-то им помешало, пока сбор был, они тут же собрались и восвоясь и убрались из деревни. И таким образом люди, так сказать, воспрянули духом, а так уже собирались. Ну, слухи же были, чем это заканчивается. В конце марта 1942 года в южной части Витебской области оккупанты спланировали карательную операцию против отряда Данилы Райцева. Партизаны узнали об одвижении целого немецкого батальона. А в населенном пункте Плоты организовали засаду. Вступили в бой, который растянулся почти на 8 часов. Наиболее выгодную позицию занял пулеметный расчет Михаила Сельницкого. Он расположился в Доме культуры на краине села. Михаил не давал карателям атаковать, но когда закончились патроны, спустился, намереваясь через задний двор уйти в лес. Однако только он выскочил на улицу, сам попал под пулеметный огонь. В юго-западных районах Витебщины действовал отряд дяди Кости, Константина Заслонова. Несколько месяцев железнодорожник Заслонов находился на подпольной работе в Урше. Устроился в депо. С помощью угольных мин, которые делали местные партизаны из выплывленного тола, пускал под откос паровоза. Когда подозрение о частых диверсиях на железной дороге пало на него, немедленно ушел в лес и организовал свою боевую группу. Отряд дяди Кости быстро рос, и вскоре на базе пяти отрядов была создана уже целая бригада в две с половиной тысячи человек. В апреле 1942 года Заслонов писал другу в Москву. Здравствуйте, дорогой Владимир Яковлевич! Из глубоких трущоб, болот, лесов и партизанских селений Белоруссии партизанский привет. Дела большие. Бомбуем, бомбуем и бомбуем. Каждый день что-либо новое. Иногда рубаем, спасу нет немцам. Иногда, когда невыгодно, уклоняемся от вызываемого боя. Очень много летит под откос поездов вместе с фашистами. Иногда жирно едим, тепло спим. Иногда по пять дней голодаем. Иногда такое мандраже пробирает, что зуб на зуб не попадает. За голову Заслоново немцы объявили награду 50 тысяч марок и железный крест. Если кто-то доставит комбрига немецким властям живого или мертвого, тому со всеми его ближайшими родственниками будет обеспечена прекрасная жизнь в самой Германии. А крестьянам обещано предоставить в пожизненное личное пользование два крупных немецких имения. В конце письма приписка. Привет паровозникам. Сколоти себе хорошую группу, человек в 15-20, и прилетай на месяц-два. Рубанешь по диверсиям и улетишь обратно. Приходи с группой ко мне в распоряжение. Об этом ты можешь сговориться с товарищем Пономаренко. Где я, он знает. Письма немцев из оккупированных областей Белоруссии имели совсем не такой бодрый характер. Капитан немецкой армии Вольфганг Фитлер. Борьба с партизанами не похожа на борьбу во фронтовых условиях. Они всюду и нигде. И на фронте трудно создать себе верное представление о здешних условиях. Взрывы на железной дороге, путя к сообщения, диверсионные акты на всех имеющихся предприятиях, грабежи не сходят с повестки дня. Немецкий генерал Роквис. В лице русских партизан мы встречаем противника, который отлично умеет использовать местность, проводит свои операции преимущественно по ночам и, действуя в собственной стране, в большинстве случаев пользуется поддержкой населения. Группа партизан притаилась в засаде. На посту вдоль железнодорожного полотна медленно ходит немецкий часовой. Немец, судя по всему, из тыловых охранных частей. Вдруг из-за поворота прямо к нему идет мальчишка. Он протягивает руку и жалобно просит. «Брод, комарат, брод!» Не снимая руки с ремня карабина, немец вытаскивает из кармана шинели хлеб. Мальчик задерживает взгляд на руки немца и нажимает на спусковой крючок. Немец грузно седает на землю. В партизанском отряде имени Кирова, который базировался в болотах Березовского района, лесную школу организовали в четыре класса. Русские и белорусские языки, арифметика, история, природоведение. Тетради учебников нет. Буквы, вырезанные из березовой коры, наглядное пособие, алфавит. Шишки и желуди, счетный материал. Для чтения письма приходилось использовать газеты, упаковочную бумагу, обратные стороны немецких листовок, можно и просто палочками на песке. Задача на уроке арифметики на злобу дня. 1 сентября по тракту из сельца Наружаны шел карательный отряд. Его встретила метким огнем партизанская засада. Убито 48, ранено 16, взято в плен 4 фашиста. Сколько всего карателей уничтожила наша бригада 1 сентября. На уроке русского языка школьники пишут «Мой папа убил 50 фрицев, моя мама – партизанка». Партизан отряда имени Кирова Петр Ивановский вспоминал «В школе был образцовый уровень самодисциплины. Подростков торжественно принимали в пионеры. По такому случаю сюда приходило все командование бригады и отряда. Командиры и комиссары повязывали мальчикам и девочкам красные галстуки, сделанные из крашеного парашютного материала». Благодаря Витебским воротам в мае 1942 года значительная часть области свыше 1600 квадратных километров была освобождена от оккупационных войск. Образовался партизанский край. В деревнях установилась советская власть под овоенным образцом. Работали колхозы, открылись сельские советы, даже прошла мобилизация молодежи в ряды Красной Армии – почти 5000 призывников. Семьям погибших воинов Красной Армии партизан стали выплачивать пенсии. Все сельсоветы телефонизированы. Там стали выдавать свидетельства о рождении ребенка и регистрировать браки. Там было, как во все времена, налогом обкладывали крестьян. Кормить-то надо. Это же их дети, их сыновья и мужья. И, значит, там про зарядки. Кто-то сдавал корову, кто-то там свиней. Ну, что было. Ну, а так, в основном, картошка. Этим мы питались. Жительница Лепельского района Пелагея Катковец вспоминала. У нас была советская власть и порядок, не было разбоев. Всем работникам райкома давали по несколько участков. Помогали людям, обеспечивали поставки партизанам из сел продовольствия, одежды. Люди все помогали. Ценного металла не было, но деньги, облигации отдавали. Все это пересылалось через линию фронта. К нам уже прилетали самолеты. Это имело определенное воздействие лишь на то население, которое проживало вот в Витебском Пазире нашем. На них, да, для них это было определенное патриотическое, такое пропагандистское воздействие. Это была возможность, соответственно, получить и подкрепление, и инструкторов с большой земли. И почувствовать, что, в общем-то, эта территория, хоть и занята противником, но это не значит, что она потеряна для СССР. И Витебские ворота, и партизанские зоны, и края стали следствием ослабления немецкой военной машины и усилением национально-освободительного движения. Немецкое командование не могло установить эффективный контроль над оккупированными территориями. Для этого требовалось около 450 тысяч полицейских, но взять их было неоткуда. В результате немецкие гарнизоны имелись только в райцентрах и на важных железнодорожных станциях. В давляющем большинстве сельских населенных пунктов находились лишь немногочисленные отряды местной полиции, которые не могли всерьез противостоять крупным партизанским отрядам. Они либо переходили на сторону партизан, либо уничтожались. В нескольких случаях немцы сделали ставку на создание крупных полицейских подразделений и гарнизонов, набранных из числа местных жителей, а также перебросили сюда такие же подразделения из других территорий. На территории Белоруссии действовали украинские полицейские батальоны, литовские полицейские батальоны, латышские полицейские батальоны. Это дело для того, что эти люди не будут жалеть, не будут идти на какие-то уступки местному населению. Мы знаем, что та же Хатынь, всем известная Хатынь, это же не немецким полностью комплектованным карательным отрядом она была уничтожена. Здесь это украинский полицейский батальон. Командир Осиповичского партизанского соединения, герой Советского Союза, генерал-майор Николай Королев, в своем отчете докладывал, были сформированы добровольческие батальоны Березина, Непр, Припять и другие, которые предназначались для борьбы с партизанами. Для пополнения этих батальонов и для подготовки командных кадров в Бобруйске был создан Восточный запасной полк. В Осиповичский район для борьбы с партизанами прибыл батальон изменников майора Буглая, который разместился в деревнях, расположенных в непосредственной близости к партизанской зоне. Нацисты, они-то ведь, большинство из них старались повязать кровью. Вроде бы, казалось бы, шли на службу к немцам, чтобы отмазаться, родственников подержать. А потом приходилось брать в руки оружие, вроде немножко в партизан пострелял, в кого-то попал. Потом кого-то из партизан к стенке поставили. Ну-ка давай там Лошкевич, Буткевич, вперед, отстрелять партизан. Эта тактика оказалась эффективной. Добровольческие отряды лучше ориентировались в обстановке, были адаптированы к местным условиям. И еще этим людям было нечего терять. По многочисленным свидетельствам, они действовали еще более бесчеловечно, чем немцы. Над вот этими коллаборационистами, те, кто служил во всех этих карательных подразделениях, давлело и немецкое начало, то есть их хозяев. То есть они фактически были между двух огней. Они понимали, что шаг влево, шаг вправо, попытка побега. Здесь немцы могут, так сказать, 9 грамм свинца обеспечить в затылок. Тут свои партизаны. Статья в советской газете от 7 мая 1942 года. Недавно гитлеровцы состряпали листовку и разбросали ее в некоторых районах Белоруссии. В этой листовке, якобы от имени советских военных властей, партизанам предлагается прекратить действия в одиночку и мелкими отрядами, объединиться в крупные отряды и выполнить приказ о совместном выступлении с регулярными частями Красной Армии. Этот приказ, говорится в гитлеровской фальшивке, последует, как только урожай будет в амбарах, а реки и озера снова покроются льдом. Партизаны по слогу и другим признакам сразу определили фальшивку, сделали вывод и о ее цели. Накануне решающих весенне-летних боев задержать действия партизан. Нередко немцы устраивали более эффективные провокации. Создавали ложные партизанские отряды из полицейских, переодетых в красноармейскую форму или гражданскую одежду. Чтобы дискредитировать белорусских партизан, они совершали налеты на населенные пункты, убивали, грабили и насиловали местных жителей. Кроме того, лжепартизаны вели своеобразную разведку боев. Под видом партизанского отряда выявляли среди местного населения членов подполья и партизанские семьи. Были случаи, когда лжепартизаны присоединялись к небольшому отряду настоящих партизан, а затем, выждав удобный момент, уничтожали его. В лесном массиве Золоткова один из таких батальонов предателей организовал на месте партизанских дневок засаду, на которую наскочила штабная группа партизанской бригады за родину. Во время боя погиб командир бригады. В отряд имени Гастелло немцы внедрили двух своих агентов. Они выдали себя за пленных, сбежавших из тюрьмы. Выглядели соответствующе. Очень худые и уставшие. Их пристроили к кухне, поправить свою физическую форму. Однажды повариха отряда приготовила кружку соли и отошла ненадолго по хозяйским делам. Воспользовавшись этим, один из предателей всыпал в соль яд. Когда повариха предложила новоявленным партизанам поесть, они прежде всего поинтересовались, посолена ли еда. Узнав, что да, вдруг отказались есть. Это насторожило повариху. Она нашла предлог, чтобы снова отойти от котла и сообщила об этом командиру. Диверсантов задержали, допросили, еще раз предложили поесть. Но, получив отказ, расстреляли. В целом, к маю 1942 года партизанское движение в Беларуси превратилось в настоящий второй фронт тылу врага. Росло число партизанских формирований и количество людей, вовлеченных в партизанскую войну. Из Москвы в это время партизанами руководили и 4-е управление НКВД, и органы военной разведки, и спецотделы политуправлений. Все они преследовали в определенной степени свои ведомственные интересы. Один из партизанских командиров вспоминал откровенно. Хуже всего дело было с тем, что мы не знали, кто нами руководит. Мы не знали, с кем имеем дело и к кому обращаться. Подчинять нас находилось людей очень много. А если что-нибудь надо было получить, то не найдешь, к кому обратиться. Вопрос о едином управлении и партизанским движениям, что называется, назрел.